Всё зависит от вас. Это вы определяете, кто войдёт в рейтинг, не я. Дана Уайт, американский бизнесмен и действующий президент UFC, крупнейшей в мире организации, проводящей бои по смешанным единоборствам. Уайт более 20 лет руководит промоушеном, и в этом видео мы расскажем вам о том, как UFC прошёл путь от шоу «По боям без правил» до многомиллиардного бизнеса и какую роль в этой истории сыграл наш герой. Дана Уайт, как живёт король ММА и куда тратит свои миллионы. Дэйна Фредерик Уайт, известный также как Дана Уайт, родился 28 июля 1969 года в Манчестере, штат Коннектикут, в бедной семье. Предки Уайта по материнской линии были родом из Ирландии. Помимо нашего героя в семье подрастала дочь Келли. Отец мальчика Дэйна-старший злоупотреблял алкоголем и практически не принимал участие в жизни детей. Мать Джуди была вынуждена в одиночку содержать детей, поэтому почти всё своё время проводила в госпитале, работая медсестрой. В раннем детстве воспитанием детей занимались бабушка и дедушка. Но когда Дана и Келли повзрослели, то по большей части были предоставлены сами себе. В одном из интервью Уайт признался, что именно эти трудности сформировали его характер и научили в жизни полагаться только на себя. В первый класс мальчик пошёл в Манчестере, но спустя три года семья переехала в Лас-Вегас, так как там медсёстрам предлагали более высокую зарплату. В новом городе Дана стал учеником частной католической школы Гормана, где подружился с Лоренцо Фертиттой, сыгравшего не последнюю роль в его жизни. В школе Уайт учился плохо и часто прогуливал уроки. Вообще наш герой был трудным, а иногда даже неуправляемым подростком. За плохое поведение его дважды отчисляли. Впервые это случилось после того, как Дана выбил ногой дверь, при этом его обувь слетела с ноги и чуть не попала в монахиню, с которой у него и до этого постоянно возникали конфликты. Второй раз Уайт исключили за драку. Наш герой увидел, как его одноклассник издевается над жабой и заступился за животное, учинив физическую расправу над живодёром. Правда, у будущего президента UFC была настолько испорчена репутация, что ему попросту никто не поверил, в результате чего парня вновь отчислили. В поисках лучшей жизни семья переезжала ещё не один раз. После Лас-Вегаса Уайт и некоторое время жили в Техасе, затем в таких маленьких городках штата Мэн, как Левант и Херман. Кстати, в Леванте проживали бабушка и дедушка Даны, поэтому мать постоянно отправляла его туда на летние каникулы, чтобы трудный подросток не слонялся по улицам, пока она на работе. В 17 лет Уайт начал заниматься боксом, а через год уже успешно выступал на любительских турнирах. В то время молодой человек намеревался стать профессиональным боксёром, но вскоре отказался от этой идеи, увидев в местном клубе пьяного боксёра, которому едва исполнилось 30 лет. Но он уже неважно выглядел и страдал от последствий сотрясений мозга. Тогда Дана забеспокоился, что может повторить судьбу того парня и решил остаться в этой сфере в качестве тренера или промоутера. В 87 году будущий бизнесмен окончил среднюю школу в Хермане, после чего отправился в Бостон, где поступил в колледж Куэнси. Правда, там ему не понравилось и, проучившись только один семестр, Уайт бросил колледж и стал студентом университета Массачусетса. Однако вскоре Дана понял, что проблема не в учебном заведении, а в том, что он попросту не хочет учиться. В результате Уайт бросил и этот университет тоже после первого семестра. Затем молодой человек поселился в южной части Бостона. В конце 80-х это место являлось логовом криминальных группировок, с чьим беспределом Уайту пришлось столкнуться лично. Однажды Дана зашёл в бар и нарвался на драку. На него набросилась толпа и жестоко избивала более 20 минут. При этом один из хулиганов нанёс множество ударов в ухо. Это избиение не прошло бесследно. В результате драки наш герой частично потерял слух, а вскоре врачи обнаружили у него болезнь Миньера, приступы которой вызывают у больного сильное головокружение, тошноту, звон в ушах и нарушение координации. От этого заболевания Уайт страдал 20 лет, спасаясь только регулярными курсами лечения, которые облегчают переносимость приступов. Забегая вперёд, стоит сказать, что в 2012 году ему всё же провели операцию в Германии, после которой он избавился от недуга. Чтобы заработать денег, Дана брался за любую работу в Бостоне. Он укладывал асфальт, подрабатывал охранником в ночном клубе, барменом и вышибалой, а также швейцаром в элитной гостинице «Бостон-Харбор». Последняя работа приносила ему 70 тысяч долларов в год, что являлось огромной суммой на то время. Но в один прекрасный день Уайт словил себя на мысли, что занимается нелюбимым делом, после чего незамедлительно уволился. В те годы наш герой регулярно посещал боксёрский клуб, где однажды познакомился с боксёром и уличным бойцом Питером Уэлшем, вместе с которым разработал программу для трудных подростков. Эта деятельность приносила Уайту огромное удовольствие, но была не из лёгких, так как в зале каждый день вспыхивали драки между начинающими бойцами, являющимися по сути малолетними преступниками. Работа с детьми не приносила денег, поэтому Дана параллельно давал частные уроки бокса, а также подрабатывал инструктором по аэробике. Вскоре имя Уайта стало популярным, а среди желающих записаться к нему на тренировки образовалась очередь. Тогда мужчина разработал комплекс упражнений, в которых смешал приёмы бокса и аэробики, и стал проводить тренировки по этой программе. А уже в 1992 году он организовал первое предприятие Дана Уайт Энтерпрайзес. Дана нанял и обучил своей методике тренеров, которые работали в трёх открытых им спортзалах. Бизнес стал приносить хорошую прибыль, но в то же время привлёк внимание криминального мира. В 90-х в Бостоне главным мафиози был Джеймс Уайт и Балджер, которому все предприятия обязаны были платить. Однажды члены преступной группировки пожаловали и к нашему герою, потребовав у него 2500 долларов. Уайт не хотел работать по законам криминального мира, но в то же время понимал, что его никогда не оставят в покое, поэтому принял решение уехать в Лас-Вегас. В городе грехов Дана устроил свою личную жизнь, связав себя узами брака с Энн Стеллой в октябре 1996 года. Уайт познакомился с Энн в старших классах школы, которую они вместе окончили более 10 лет назад. Мужчина предпочитает держать свою семейную жизнь в секрете и остается неизвестным, когда начались романтические отношения возлюбленных, ведь они долгое время проживали в разных городах. В этом браке появилось трое детей – сыновья Дана третий и Эйден, а также дочь Саванна. Кстати, Эйден сейчас строит карьеру профессионального боксера, в то время как Дана младший увлекается футболом. Забавно, что судьбоносной для нашего героя стала не собственная свадьба, а друга, на которой он встретил старых школьных товарищей – братья Флоренцо и Френко Фертитто. В то время они владели семейным бизнесом – крупной сетью казино в штате Невада. Но, как и Уайт, увлекались боксом и питали страсть к смешанным единоборствам. На этой почве между мужчинами возникла крепкая дружба, а в будущем и успешное бизнес-партнерство. Друзья вместе ходили на тренировки в боксерский зал, а вскоре начали заниматься бразильской борьбой джиу-джитсу. Именно на этих тренировках Уайт познакомился с бойцами Титто Артисом и Чаком Лиделлом и в конечном итоге стал их менеджером. В то время смешанные боевые искусства были малоизвестным направлением с сомнительной репутацией из-за своей жестокости. Ни одна крупная телекомпания не хотела транслировать кровавую бойню в своих эфирах. При этом Уайт уже тогда понимал, что это направление очень перспективное и хотел войти в ММА-индустрию. В начале менеджерской карьеры Дэйна не брезговал ничем, даже организовывал подпольные уличные бои без правил в поисках талантливых бойцов. У него было множество идей, но не копейки за душой, в то время как его друзья Фертитто владели миллионами. Однажды Уайт вместе с Лоренц и Фрэнком сходили на турнир по ММА, проводимой промоутерской компанией UFC, и поняли, насколько плохо организованы бои. Компания была основана в 1993 году, но к началу 2000-х была на грани банкротства. Узнав о финансовых проблемах организации, Дана позвонил братьям Фертитто и буквально умолял купить UFC. Уже в январе 2001 года стороны ударили по рукам, и за 2 миллиона долларов организация перешла в собственность друзей Уайта и впоследствии стала дочерней компанией Зуффа. При этом он сам занял должность президента и получил 9% компании. На посту главы UFC Дана столкнулся с множеством проблем, ведь предыдущие владельцы компании продали практически все, чтобы удержаться на плаву – права на DVD-диски, видеоигры, мерч и прочее. Осталась только торговая марка UFC и старый октагон. К тому же бывшее руководство продвигало промоушен как площадку для боев без правил, поэтому UFC было запрещено проводить турниры на территории 36 штатов. Казалось бы, вывести компанию на новый уровень практически нереально, но Дана не отчаивался. Первое, что он сделал – всерьез занялся промоушеном. Для этого надо было получить официальное разрешение на проведение боев, но власти штатов отказывались. Тогда Уайт установил правила и ряд запретов, а также ограничил поединки по времени и ввел весовые категории, после чего с организацией начали сотрудничать местные атлетические комиссии. На турнире UFC 30 в 2001 году Дана впервые появился на публике и заявил, что компания ждет успех и процветания. Тогда ему никто не поверил, в том числе и его деловые партнеры. Менее чем через год Лоренцо Фертитто сказал Уайту, что больше не может выделять деньги на UFC и предложил продать компанию, ведь на тот момент на нее уже было потрачено 44 миллиона долларов. Однако Дана убедил братьев Фертитто, что все идет по плану и попросил подождать еще пару лет. В конце 2004 года Уайту пришла идея создания реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором 16 бойцов живут в одном доме и участвуют в поединках, выбывая после проигрыша. Реалити-шоу стало последней надеждой UFC, а в случае провала промоушен ждал грандиозный крах. Однако рискованный шаг удался – рейтинги UFC росли с каждым днем, и финал первого сезона собрал у экранов 12 миллионов поклонников. С тех пор UFC стала процветающей организацией, а ММА – трендовым видом спорта. Сам Дана Уайт в 2005 году был объявлен промоутером года и сохранял за собой этот статус на протяжении многих лет. Одновременно с UFC в мире работали и другие бойцовские промоушены, поэтому следующим шагом для Уайта и братьев Фертитто было устранение конкурентов. Они по очереди купили три крупнейших промоушена за 100 миллионов долларов, что позволило буквально монополизировать рынок ММА и диктовать свои условия на мировой арене. С каждым годом популярность ММА возрастала, и во время сотого юбилейного турнира UFC один только поединок Брока Леснара против Фрэнка Мира принес промоушену более 80 миллионов долларов прибыли. Тогда под крылом Дана Уайта хотели оказаться многие выдающиеся бойцы, кроме главной звезды ММА того времени Федора Емельяненко, которому не нравились условия контракта. Уайт, который не терпит поражений, перенес отказ очень эмоционально и в своих интервью нелестно высказывался о россиянине, называя его переоцененным. При этом спустя годы он откровенно признался, что самым большим сожалением в его жизни является тот факт, что он так и не сумел подписать Емельяненко в UFC. В начале десятых годов многие конкуренты UFC представляли в своем промоушене женский дивизион. При этом Дана утверждал, что не допустит, чтобы на ринге встречались женщины. Однако в конце 12-го года он подписал контракт с Рондой Раузи, которая стала первой женщиной-бойцом в UFC. В 2016 году стало известно, что братья Фертитто продают все акции компании и выходят из бизнеса. Сумма сделки составила 4 миллиарда долларов, а новым владельцем стал медиагигант WME-IMG. При этом Уайт сохранил свои 9% и пост президента UFC, а также обогатился на 300 миллионов долларов. Продажа UFC пошла только на пользу. Компания сумела организовать серию громких поединков, а в 2018 году состоялся самый главный из них – бой Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора. В 2019 году Уайт подписал новые соглашения с UFC сроком на 7 лет, но уже в следующем году по всей планете спортивные мероприятия стали отменять. Однако Дана не хотел работать по этим правилам, и создал специальный бойцовский остров в Абу-Даби, на котором при соблюдении некоторых ограничений продолжил проводить турниры. По словам Уайта, 2020-й стал лучшим годом в истории компании с финансовой точки зрения. При этом бойцы UFC все чаще жалуются на низкие гонорары. В феврале 2022-го мир всколыхнула новая катастрофа – Россия начала войну против Украины, в результате чего спортивные организации стали банить россиян на международных соревнованиях, но только не UFC. Дана считает, что нужно отделять мух от котлет и продолжает сотрудничать с бойцами из России. Сегодня Уайт мечтает о том, чтобы ММА признали олимпийским видом спорта и считает, что такое решение привлечет больше внимания к Олимпиаде. Помимо ММА наш герой увлекается регби, бейсболом и боксом. Как известная личность, Дана часто посещает вечерние шоу на телевидении, а также получает приглашение в различные кинопроекты, среди которых сериалы «Силиконовая долина» и «В Филадельфии всегда солнечно», где он сыграл самого себя. Уайт бесспорно владеет превосходными организаторскими способностями, но вместе с тем и скверным характером. Его репутация подпорчена множеством скандалов. В своих выступлениях мужчина часто оскорбляет людей нетрадиционной ориентации. Также Дана вступает в конфликты со СМИ. К примеру, он публично оскорбил журналистку Ларетту Хан и даже не извинился. К числу людей, которых Уайт открыто ненавидит, относятся промоутер бокса Боб Арум и рефери Стив Мазагатти. Но главный скандал в его жизни развязался с самым близким человеком. В 2011 году мать нашего героя выпустила книгу Дана Уайт «Король ММА», в которой рассказал о нем шокирующие подробности. Она раскритиковала сына за якобы бессердечное отношение к семье. По ее словам, в то время как Уайт владел миллионами, бабушка, которая его воспитывала, жила в невыносимых условиях в трейлере. А когда умерла, внук даже не пришел на похороны. Также она уверена, что Дана часто изменяет супруги, в том числе и с Ронде Раузи. При этом сам мужчина никогда не комментировал обвинения матери. Однако история с изменами была небезосновательной. В 2014 году Уайт провел ночь со стриптизершей, которая зафиксировала это на видео. Спустя время ее парень стал вымогать у бизнесмена деньги за свое молчание, но был арестован агентами ФБР за попытку вымогательства и провел год в тюрьме. Есть у Даны еще одна страсть – азартные игры. За одну ночь он может просадить в казино сотни тысяч долларов. В 2007 Уайт сделал наибольшую ставку в своей жизни – 1 миллион долларов, поставив на то, что Джермен Тейлор победит Келли Павлика, но проиграл. Несмотря на пагубные увлечения, наш герой остается баснословно богатым. На сегодняшний день его состояние оценивается в 500 миллионов долларов, а годовая зарплата составляет 20 миллионов. Вместе со своей семьей Уайт проживает в Пайн-Айленд-Корт в Лас-Вегасе в особняке площадью 557 квадратных метров, который он купил в 2006 году за 1 миллион 650 тысяч долларов. В доме президента UFC расположен роскошный холл, несколько спален, ванные комнаты, гардеробные, просторные гостиные, кухня, столовая, бильярдная, игровая комната, массажный кабинет, домашний кинотеатр, тренажерный зал и крытая баскетбольная площадка. Помимо особняка на территории расположены несколько бассейнов с зонами отдыха, сад, беседки и искусственный водопад. Кстати, этот водопад стал причиной конфликта Уайта с соседями, которым мешали посторонние звуки. Они подали иск в суд и выиграли дело. Решением суда Дана должен был демонтировать водопад и платить штраф в размере 2000 долларов ежемесячно до тех пор, пока не уберет шумную конструкцию. Но Уайт сделал назло соседям. Он просто выплачивал штраф каждый месяц, а водопад продолжал шуметь. В 2014 году Дана приобрел недвижимость площадью 436 квадратных метров за 2 миллиона долларов, которая расположена по соседству с его дома, а в последующие несколько лет купил там же еще два особняка. Один площадью 715 квадратных метров за миллион восемьсот, второй площадью 510 квадратов за 2 миллиона 400. После приобретения Уайт получил разрешение на снос этих объектов недвижимости. Предположительно, с целью создания мега-особняка для своей семьи. Уж теперь ему точно никто не будет мешать. Также король ММА владеет дорогостоящими автомобилями. Феррари Тестороса, Феррари Спайдер F430, БМВ М6 Гран-Купе и Плимут Барракуда. Интересно, что первым автомобилем Уайта был Датсун Би-210, который сейчас считается винтажным. Особую страсть Дана питает к мотоциклам, которых у него несколько. Харли Дэвидсон, МВ Агуста F4 и Дукати. Президент UFC также владеет частным самолетом Бомбардье, стоимость которого может достигать 100 миллионов долларов. В одном из интервью Уайт признался, что страдает шопоголизмом. По большей части это касается кроссовок. Он может купить от 10 до 15 пар в неделю. А в 2018 году Дана попал в новости, когда потратил 60 тысяч долларов на японские мечи Катана в одном из реалити-шоу. Дана является ярым сторонником Дональда Трампа, который в свое время был первым бизнесменом, кто поддержал UFC и предоставил организации площадки для проведения боев. В знак благодарности Уайт поддерживал его кандидатуру на президентских выборах. А в 2020 году даже пожертвовал 1 миллион долларов на предвыборную кампанию Трампа. Бизнесмен не жалеет денег и на свою семью. Когда его сыновьям исполнялось 16 лет, он устраивал громкие вечеринки со звездами, которые обходились ему в 1 миллион долларов каждая, и дарил дорогие автомобили. Старшему сыну он купил BMW M6, а среднему Land Rover Defender. Ко всему прочему наш герой уделяет внимание благотворительности. К примеру, он выделил 100 тысяч долларов на ремонт родной школы и неоднократно оплачивал дорогостоящие операции нуждающимся. За неоспоримый авторитет в сфере смешанных единоборств Дану Уайта называют королем ММА, без которого этот вид спорта никогда бы не стал таким популярным. А согласны ли вы с этим мнением?